Приветствую тебя на канале Summer. В этом видео я бы хотела поговорить о третьем сезоне игры Batman The Enemy Within. Эпизод 3 вышел совсем недавно, а если точнее, то 22 ноября. Я, конечно же, уже прошла его и прохождение вы можете найти на моем канале. И теперь я хочу сделать обзор этого эпизода и разобрать его вместе с вами. Надеюсь, вам будет интересно. Погнали! Хочу заранее предупредить, что этот обзор содержит спойлеры к игре. Для начала давайте вспомним, что происходило во втором эпизоде. Брюс Уэйн втерся в доверие к вражеской компашке в лице Харли Квинн, Джона Доу, впоследствии, возможно, Джокера, Бена и Фриза, под прикрытием агентства. Благодаря этому он был в курсе всех событий, происходящих внутри этой компашки и их дальнейших планов. А дальнейшие планы у них только одни. И это, конечно же, сеять хаос на улицах Готэма. Третий эпизод охватывает очень короткий промежуток времени и включает в себя не так много истории. Данный эпизод получился более коротким и не таким насыщенным на новые события. Но зато мы больше узнаем о наших героях. Они сильнее раскрывают свой характер перед нами. Наверное, в данном эпизоде разработчиками делалась ставка именно на это. В конце третьего эпизода женщина-кошка, которая отсутствовала в игре с первого сезона, неожиданно возвращается. И мы узнаем, что она в одной лиге с Харли, Бэйном, Фризом и Джоном Доу. Она ведома местью за смерть Загадочника. Через нее в этом эпизоде мы узнаем больше о Загадочнике, о его планах и о том, что они не совсем совпадали с планами Харли Квинн и ее компании. Женщина-кошка знала, что Загадочник был другим, лучшим человеком, чем тот, кого мы видели в первом эпизоде и кого встретил Бэтмен. Зная это все, она решает взять ситуацию в свои руки, чтобы отомстить за его смерть. Естественно, это ставит Брюса в сложное положение, поскольку действия женщины-кошки угрожают подорвать все усилия Бэтмена в качестве тайного агента для Аманды Уоллер. И в итоге их отношения становятся натянутыми. Еще больше усложняет ситуацию разрастающийся роман между ними, который среди обмана и уловок позволяет им находить своего рода комфорт друг в друге и не погружаться полностью в тьму преступного мира Готэма. На этом по большей части и основан третий эпизод, хотя есть несколько сцен, в которых их отношения колеблются. И тут уже игрок сам решает своими выборами, как дальше развивать отношения женщины-кошки и Бэтмена. Отношения Брюса Уэйна и Бэтмена со многими людьми в этом эпизоде становятся запутанными. На самом деле его дружба с Джимом Гордоном серьезно ухудшается, поскольку Бэтмен хорошо работает с Амандой Уоллер, которая контролирует действия правоохранительных органов Готэма и старается отодвинуть Гордона от этих дел как можно сильнее. Бэтмен и Гордон начинают отдаляться друг от друга. В этом эпизоде Гордон отчаянно пытается быть актуальным и полезным, но он отходит на задний план. Гордон цепляется за соломинку, надеясь найти что-то важное, и, к сожалению, это приводит к тому, что Брюс оказывается под подозрением Гордона. Тот даже пытается его арестовать, но у него ничего не выходит. На самом деле печально видеть, как Бэтмен теряет своего давнего союзника, но у игрока, как всегда, есть выбор, и он может восстановить их дружбу. Но в таком случае это может навредить отношениям Бэтмена и Аманду Уоллер. В третьем эпизоде не так много важных решений, но некоторые из них несут достаточно сильные последствия, что заставляет игрока остановиться и подумать. Также мне хотелось бы уделить внимание персонажу с именем Джон Доу, человеку, который впоследствии может стать Джокером. В игре нам показывают Джона Доу, внутри которого сидит тот самый Джокер. Приведу цитату Джона «Я чувствую кого-то, несколькими уровнями глубже. Он ходит по клетке, как зверь, и только ждет чего-то, чтобы сделать это. Вырваться из тюрьмы». Вероятнее всего, речь идет о том самом настоящем Джокере, который пока не вырвался наружу, но находится в голове у Джона. В третьем эпизоде мы можем заметить, что он прыгает туда-сюда между Джоном и Джокером. Его поведение очень часто меняется, но сам персонаж безумно обаятелен. Джон не может понять, кто он, что с ним происходит, и постепенно он погружается в безумие, которое неизбежно поглотит его. Он жаждет внимания Харли до такой степени, что ставит под угрозу как самого себя, так и своего лучшего друга Брюса. Как и в предыдущих двух эпизодах, Джон Доу является выдающимся персонажем, с одной стороны легкомысленным и веселым, но с другой стороны мрачным и пугающим. После прохождения третьего эпизода складывается впечатление, что геймплея было крайне мало. Скорее так и есть, но зато данный эпизод очень хорошо раскрывает нам характер героев. В этом эпизоде есть одна головоломка для игроков, которую оставил после себя загадочник. Данная головоломка находится в его укрытии, и учитывая любовь загадочника к выставлению своего интеллекта на показ, вы, возможно, подумаете, что эта загадка будет сложной и замысловатой. Однако она очень проста в решении, и выставляет загадочника немного скучным, что как-то странно. Подводя итог, я хочу сказать, что третий эпизод хорошо продуман. Telltale представляет нам в этом эпизоде запутанную сеть отношений, которые еще сильнее осложняются людьми, запутанными в ней. После двух относительно простых эпизодов, это именно то, что игра должна была продвигать, чтобы игроки могли лучше узнать героев, проникнуться к ним и заинтересоваться их дальнейшими судьбами. Лично мне нравится, как развиваются события в игре, и как раскрываются персонажи. Надеюсь, вам был интересен и полезен мой обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать следующие видео и мои стримы. А я с вами прощаюсь, до скорой встречи, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok